В жизненном цикле любого бизнеса есть критически важные точки, которые определяют траекторию роста вашего проекта. Первая точка, конечно, это старт. Дальше есть два пути. Либо бизнес так и остается одиноким ларьком, либо начинает развиваться. В эфире программа НДС, и сегодня мы поговорим с вами о том, как вывести предприятие на новый уровень. Каким бы на первый взгляд быть предельным потенциалом ни обладала компания, рано или поздно она достигнет потолка своего развития. Как и чем определяется данный уровень, и от чего иногда происходит резко незапланированное торможение. Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы обратились к специалисту. Это может зависеть от чего угодно. От того, что продукт не модернизируется, от того, что появляется другой какой-то конкурент, который намного сильнее. Из-за того, что рынок из себя изживает, просто потому что технология, например, какая-то совершенно уже неинтересна. Для того, чтобы сталкиваться с такими проблемами как можно реже, специалисты советуют всегда следить за новшествами. Будете знать, что находится в мире на пике популярности, поймете, в какую сторону движется рынок. А значит, можете избежать большого количества проблем. В связи за тенденциями обязательно нужно, чтобы предприятие развивалось. Обязательно следить за тем, куда направить бизнес. Может быть, его стоит диверсифицировать, либо его стоит, наоборот, сократить производство, расширить производство. Не знаю, вообще изменить какую-то специфику деятельности, перевести его в другое русло или вообще в другую страну, предположим, в которой еще этой технологии нет. И тогда это поможет предприятию выжить. Если вам кажется, что ваша организация остановилась на определенном этапе своего развития, двигаться дальше может помочь правильная тактика стимулирования сбыта. Необычные рекламные кампании, пиар-акции, конкурсы для покупателей. Посмотрите на привычные для всех вещи с другой стороны. Новые идеи, подчеркивающие уникальность вашего бизнеса, способны привести вас к успеху. Больше акцент специалисты советуют делать на интернет и SEO-продвижении. Это то, что является одним из топов, потому что, конечно же, вся аудитория сейчас в большинстве своем сидит в интернете. Даже взрослое поколение, оно адаптируется, оно переходит к этому, пусть не все, но большинство. И единственная платформа, на которую можно охватить все целевые аудитории – это интернет. Поэтому баннерные рекламы, контекстные рекламы, партнерские какие-то программы с сайтами – это все работает, это все приносит определенный урод доход. Как показывает практика, не менее важный фактор развития предприятия – коллектив, который в нем работает. И выбор той или иной тактики в отношениях между руководством и подчиненными может по-разному отразиться на успехе вашего дела. Обязательно нужно доказывать ценность сотрудника. Если сотрудник ценен, в любой компании, что маленькая, что большая, он, конечно же, будет приносить прибыль за счет эффективного выполнения своих функций. Если для европейских и североамериканских стран ведение бизнес на мировых площадках – это уже общепринятая практика, то российские компании обслуживают в первую очередь местных потребителей. Выход на зарубежный рынок является серьезным шагом, особенно для организации закрытого города. Но, несмотря на это, и у нас есть те, кто уже известен далеко за пределами Российской Федерации. Глобалтест существует в нашем городе с 1991 года. Когда-то они были московским филиалом, но сейчас это самостоятельное предприятие с большим потенциалом, которое с года в год все больше и больше наращивает свою мощь. В настоящее время здесь производят более 350 типов средств измерений. Это пьезоэлектрические вибропреобразователи, датчики динамического давления, датчики силы, ударные молотки и многое другое. Продукция компании востребована на российском и зарубежных рынках. Количество потребителей быстро растет и уже превышает 2000 предприятий. Дилеров и представителей глобалтеста можно найти по всему миру. Нидерланды, Китай, страны Балтии, Украина, Казахстан. Мы позиционируем себя как научно-производственное предприятие, так как на нашем предприятии осуществляется полный цикл от выбора идей, принципа действия, построения, преимущественно первичных преобразователей, но и всего измерительного канала. После выбора принципа действия идет составление или анализ соответствия разработки тем или иным техническим характеристикам. Составляется техническое задание или рассматривается возможность реализации технического задания, полученного со стороны заказчика. Затем осуществляется полномасштабная разработка в соответствующее количество этапов с необходимым количеством испытаний. И производство осуществляется также на нашем предприятии. У нас есть сборочное производство свое. Еще в нашей структуре предприятия существенным ключевым звеном является метрологическая служба. Области кредитации постоянно расширяем. Метрологическая служба позволяет нам заявить о себе в сфере измерения параметров движения более авторитетно. И позволяет нам конкурировать на российском рынке и на зарубежный рынок. Мы также вышли, так как имеем возможность оперативно разрабатывать, калибровать. То есть мы в совершенствовании метрологической службы уделяем большое внимание. Вы преодолели несколько этапов, скажем так, завоевали город, вышли за периметр города, страну. И сейчас достигли того, о чем некоторые бизнесмены у нас еще только мечтают, соответственно, вышли в международный уровень. Вы как-то шли к этому сильно направлено или это получилось как-то стихийно? Работая в ВНЕФе и разрабатывая новую датчиковую аппаратуру, мы всегда в качестве прототипов использовали зарубежные аналоги, так как российских в принципе не существовало. Когда случился, пришли 90-е годы, и наше подразделение в структуре ВНЕФ осталось практически с ограниченным, очень ограниченным финансированием, но вот тот научно-технический задел, которым мы обладали, позволил нам выйти на рынок сначала России и потом и дальше на зарубежный. В середине 90-х годов процесс приобрел положительную динамику. В Голландии было создано предприятие по аббревиатуре наших датчиков IP, IP-технологи. Вот в настоящее время компания же все равно развивается, продолжает развиваться. Как вы считаете, на что надо делать акцент? Может быть, это интернет-продвижение у вас еще, скажем так, больше, или это как можно больше участвовать в различных выставках? Мы ежегодно принимаем участие, планируем в двух-трех международных выставках. По факту всегда это 4-5 мероприятий, такие как Московский авиакосмический салон. Мы сначала на нем были посетителями уже больше 10 лет, наверное. И в этом году едем третий раз участниками этого салона со своим стендом. У нас запатентован товарный знак был в свое время. В прошлом году мы произвели ребрендинг, запатентовали еще один товарный знак. Изменилось лицо нашей рекламной продукции. Мы привлекли профессиональных дизайнеров, переросли в ту ситуацию, когда все делалось своими силами. В настоящее время у нас на предприятии внедряется система автоматического управления ресурсами предприятия, ERP-система. С точки зрения наращивания мощностей, в основном мы работаем, конечно же, по конкретным ТЗ заказчиков. Но это привело к тому, что в настоящее время у нас в номенклатуре более 300 наименований единиц продукции. Число заказчиков превысило 2000 предприятий. Номенклатура растет, применение расширяется. И в этом плане на нашем предприятии в полной мере нашло отражение понятие диверсификации производства. И это позволяет стабильно существовать и с перспективой смотреть на развитие предприятия в будущем. Ну и напоследок, скажем так, наш такой традиционный вопрос. Дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет молодым предпринимателям, тем, кто только собирается открывать или уже открыл свой бизнес. Как перестать бояться и начать продвигать свое дело вот уже за периметр города? Прежде чем начать, надо, конечно же, взвесить все за и против. Рынок, он выдвигает свои требования по качеству продукции, по техническому уровню. Поэтому надо уделять большое внимание именно вот этим показателям продукции. С другой стороны, не бояться рынка, ну и трезво взвешивать свой потенциал, свои возможности. Как показывает практика, любое прибыльное дело – это в первую очередь успешно реализованная идея. Но и идеи бывают разные. Одни могут просто сделать своих основателей миллиардерами, а другие – изменить мир. В рубрике «Стартап» специально для вас мы подготовили топ-3 самых громких и успешных бизнес-проектов последних лет. На третьем месте расположился флеш-сейф. Бесконечное количество информации, фотографии, фильмы нужно где-то хранить. Стартапер Алексей Чуркин смог решить эту проблему. Он придумал бесконечные флешки, через которые информация загружается на облачное хранилище в сети интернет. Флеш-сейф имеет встроенное программное обеспечение, которое позволяет подключаться к сохраненной информации с любого устройства. Заслуженное серебро в нашем рейтинге достается любимчику молодежи – приложению «Инстаграм». Для тех, кто не знает, это программа, которая позволяет делиться своими фотографиями со всем миром. После выпуска в интернет-магазине «Андроид» его скачали и установили более 50 миллионов пользователей. Завершает наш рейтинг самый человечный стартап – проект «Пара за пару» одной обувной фабрики, который привлек внимание более тысячи спонсоров и инвестиций в размере более 2 миллионов рублей. Почему, казалось бы, такой обычный бизнес, как обувь, попал в наш список? Во-первых, на фабрике трудятся люди второй и третьей группы инвалидности. Во-вторых, за каждую проданную пару обуви создатель стартапа дарит пару обуви тому, кто в ней нуждается и не имеет возможности приобрести. Автор стартапа Станислав Сорокин считает, что цель любого предпринимательства – это не деньги. Деньги – это результат и вознаграждение за хорошую работу. А цель – преобразование мира, в котором мы живем. И, как говорит Станислав, именно ради этой цели и хочется просыпаться по утрам. Как показала практика, вывести предприятие на новый уровень – несложная, но очень кропотливая работа. Постоянно анализируйте свою деятельность, и вы обязательно добьетесь успеха. С вами была программа НДС, и я ее ведущая Мария Рунч. До встречи на канале «16». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин